Женщина, вы услышали денежку мою? Верните пять тысяч. Просрочиваем колбасу на месяц. Колбаса две тысячи килограмм стоит. А вы умные, разрежут кусочек и продадут, да? Молодцы какие! Вы прям умницы! Вы сам директор, а кто вы? А как вас зовут? Будем устранять правонарушения. Своими руками лазите здесь, везде. Вы кто? А мы что? Мы покупатели. Мы покупатели. Ну а почему мы командуем? Чем я командую? Чем я командую? Берете и выкидываете хлеб. На каком выставании, где, кто. И вы даже не говорите от кого вы? От себя. А какую мне тебе надо? Не могу взять булочку. А что вы никого не берете? Я не имею права булочку взять, я что-то не могу понять. Не больно, по-моему. Я беру булочку. Может, я это куплю? А так вы не будете-то мне. Это мне, это не вам. Вы что? Это мне, это не вам. Вам-то зачем? Я беру себе. Вы-то здесь при чем? Я не знаю, их что смущает, что мы много хлеба берем или что? Я ведь после вас не буду, а вам не трогать. Мы очень любим хлеб. А где же вы тогда вот такими руками лазите? Так я себе беру, вы-то здесь при чем? Не берете? Конечно. Мы любим хлеб, понимаете? А вы не любите хлеб? Или вы переживаете, что у нас руки грязные? Вот смотрите, булочка годна до 8-го числа, до нулей часов 44 минуты. 0-0-44. А ваш ребенок подойдет и возьмет ее. Так вызывайте, что вы к нам указываете? Что вам делать? О, просроченные булки. А что бы нет? Не переживайте. Еще одна булочка просроченная, еще одна просроченная. Что не убрали? На сколько просроченных? На 10 часов? Ваши же дети придут и будут брать. Защитники, блин. Говна. Молочек, вот знаете сколько срок годности вот такого дела? Какой? 12 часов. 3 часа. При температуре зала 3 часа. В холодильнике до 12. Все, до свидания. 3 часа срок годности скоропорчивых продуктов. При температуре зала. Хоть бы раз открыли это что-нибудь умное, почитали. Потому что только людей травить можете. Сосиска в тесте. 3 часа срок годности. Сосиска изготовлена. 8,38. Срок годности 3 часа. 9,10. В 11,38 она испортила. Ваша сосиска в тесте. Вот, изготовили 8,38. Срок годности у него 3 часа при температуре зала. То, что они тут пишут 24 часа, это полная ерунда. Ну, это обман потребителей. Конечно. Если не в холодильнике, 3 часа срок годности. У вас уже прошло 5 часов. 2 часа просрока. На каком основании вы их сняли? В смысле, мне нужны основания для того, чтобы взять хлеб с прилавка? Нет. Вы ничего не путаете? Вы снимаете эту продукцию? На каком основании? Мы приобретаем эту продукцию. Вы сейчас платите в магаз? Естественно. Сейчас дождемся сотрудников полиции. Все это опишем. Вы будете это все покупать? Ну, это я уже сам решу. Буду я покупать или нет? Если я посчитаю, что это... Вы руками все берете? Ну, мы себе берем. Ну, у меня руки есть, понимаете? Поэтому я беру. Вот, смотрите. Смотрите, я руками взял. Смотрите. Ну, упаковано все правильно. Вопрос, почему не упаковано? Почему вы руками головы берете продукцию? Ну, не вам берем. Вы нам, пожалуйста, покупайте. Ну, обязательно мы это сделаем при сотрудниках полиции. С какой целью подошел к нам? С какой целью? Мы стоим, разбираемся в ситуации. Ну, давай, со мной будешь разговаривать или что? Поговорим с вами потом. Хорошо. Потом? Это что, как угроза прозвучала или что? Не засышь потом поговорить. Пускай как будет угроза. Ты ничего не попутал, Орел. Не надо меня фотографировать. Ты ничего не попутал. Я ничего не попутал. Полицию вызвали. С какой целью сюда подходишь? Зачем... И вас сейчас за масочки обходим. Зачем скандал провоцируешь? Да, да. Почему руками трогаем? А чем нам еще трогать? Сами без масок стоим. Такие женщины вы без маски. Ну, что ж теперь. Вы хотите на меня маску надеть, женщина? Ой, стыдно стало, да. Забылись немножко. Забыли, да. Ой-ой-ой. А, одевайте, женщина, одевайте. 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 А вы не заладите без маски. Женщина, давайте, одевайте маску. Вот так. Раз вы сделали замечание, одевайте маску. Что, стыдно одевать маску, да, по указке? Ну, пожалуйста, я там уже хлеб не беру. Не ладьте. А я беру хлеб. И без всего ладьте. А я беру хлеб. Можете, конечно. Кто первый, того и тапки. Мы первые взяли этот хлеб. Ну что, Ольга, вы довольны? Положено находиться в маске. Кому положено? Кто-то находится. Вот, понимаете, вы даже сейчас это говорите, и вы сами себе противоречите. Знаете почему? Потому что у вас маска за все время, сколько мы здесь находимся, ни разу не находилась на носу. Понимаете? Чтобы сказать, что оно у вас упало и тому подобное. А у вас вообще не было. Так мы не в детском саду. Представьтесь, кто вы. Я старший, что полномоченный, майор полиции Крюков. Мой по-моему. Я вам не прочитал до конца. Я вам задал вопрос. Слушайте, слушайте мне внимательно. Слушайте меня внимательно. Маски надевать не будет. У вас это нетерпение? Подождите, что он скажет. Готовы выслушать? Слушаю. Не в параллель. Готовы? Давайте. Значит, я тебе отвечаю. Маску я не один. Услышал? Так. Больше вопросов такого не будет, я надеюсь? Больше не будет. Все, прекрасно. Мы этим закончим. Так, дальше вы сюда с какой целью приехали? Вы вас вызвали еще раз. Вы нам про маски рассказывали? Я для начала вам задал всего лишь два вопроса. Я знаю, для чего вы меня вызвали. Ну так оформляй. Вы тоже маски одевать не будете. Берешь каждую булочку и переписываешь. Вы мне здесь, пожалуйста, не тыкайте и не указывайте, что вы делаете. Буду тыкать и указывать. Я без вас, как с вами маска не делала. Буду тыкать и указывать именно тебе. За твое поведение хамское, с порога. Хамское поведение сейчас у вас. Серьезно, что ли? В натуре. А что, нет? Нет. Ты мне замечания какие-то делаешь? На каком основании? Я делал замечания, во-первых, не тыкать. А почему мне тыкать нельзя? Потому что я с вами так не разговариваю. Еще раз говорю. Почему я не могу тыкать? Я сейчас вас хочу... Убирай товар, который... Насчет товара... Слушай, ты, Хотелкин, займись заявлением, нашим обращением. Не займусь сейчас. Пожалуйста, не надо. Сейчас оформим протокол об административном правонарушении. Сначала ты оформишь протокол об административном правонарушении, касается просрочки. Ты с какой целью сюда приехал? Ты что, не так? Пожалуйста, на меня не кричите. Я не кричу, я громко разговариваю. Громко разговариваю. Слышишь меня? Нет. Не слышь. Не надо со мной в параллель разговаривать. Слушай, когда тебе говорят. Ты сюда что, сюда приехал? Протокол оформлять на меня за маску? Или просрочку ликвидировать? Сейчас и просрочку ликвидирую. Не ты, а вы. С какой целью прибыл сюда? Я получил два обращения. С какой целью прибыл? Я получил два обращения. Развернулся, пошел отсюда. Мы будем вызывать другого сотрудника полиции. Вызывайте кого хотите. Вместо того, чтобы оформлять, он начинает какие-то претензии предъявлять. Ведет себя очень неадекватно. То есть потом делать, что мы вызвали, он отказывается. Какого у нас? Что-либо делать, оформлять просроченные продукты. Участковый отказывается, да. Участковый ничего не отказывается делать. Отказывается. Ты на данный момент не оформляешь, просрочкой не занимаешься. Просрочкой займемся обязательно. Ты сначала займись просрочкой. Я буду решать здесь сам, чем заняться. Что нам делать? Иди, свободен. Иди, решай, что хочешь. Отказывается, вот, оформляет просроченные продукты. У вас документы, дотребляющие личность при себе имеются? Да, да. Мы от тебя отказали, свободен. Мы сейчас вызовем другого сотрудника полиции. Я, полиция, имею право требовать у вас документы. Требуй. Требуй, говорю. Требуй, говорю. Документы при себе. На основании закона о полиции требуй. Что моргаешь? Не проспался, что ли? Что? Назовите, пожалуйста. Я назову, сейчас мы решим вопрос с твоим присутствием здесь. Вашу фамилию, имя и отчество назовите. Ты что такое-то? Иначе может не дать вас доставить в отдел полиции. Серьезно, что ли? Доставляй. Доставляй. Доставляй, говорю. Ваша фамилия, имя и отчество назовите, пожалуйста. Вы видите, слышишь, я по телефону разговариваю со словом. Ты что такое-то, недержание, что ли, а? Я тебе давай упрощу. Доставляй меня. Давай доставляй. Доставляй, говорю. Что нам делать сейчас? Ты с этим будешь доставлять? С этим сейчас разберемся. Так ты сначала разберись с этим, а потом будешь решать другие вопросы. Я сейчас в первую очередь. Ты сейчас в первую очередь занимаешься. Я знаю. Так а в чем проблема? Вот решай вопрос. Помимо того, что вы меня вызвали, мы тебя ждем здесь два часа. Мы заявители, вы к нам приехали. Здесь тоже извините. А потом решайте. Ну, так почему они вас не вызвали? Ну, так к ним идите, с ними вопросы решайте. Мы будем ждать нашего участкового. К ним приехала полиция. Не надевают маски. К ним приехала полиция. Да, я не надеваю маски. Дальше что? Поэтому в данном случае усматривается административное право нарушение. Да ты можешь усматривать что угодно. Ты кто такой? Ты кто такой? Нет. Нет у вас таких полномочий. Каких полномочий у меня нет? Вот прямых. Вот таких. Выписывай что-то там. Выдумывай. Я не выписываю и не выдумываю. Я как сотрудник полиции составляю протокол об административном право нарушение. Так составляй. Вот я, пожалуйста. Я имею это дело. На основании федерального закона. Мы заявители. Давайте. Я с тобой пока что буду разговаривать на ты. Понимаешь? Когда я увижу тебя сотрудника полиции, которого можно уважать за профессионализм и тому подобное. У вас документы при себе имеются или нет? У меня имеются. Будьте любезны. Зачем? Для усыновления вашей личности. Цель какая? Мамаев Владимир Владимирович. Мамаев Владимирович. Да. Этого достаточно я думаю. Владимир Владимирович, вы намереваетесь вообще одевать маску или нет? Евгений Николаевич, вот специально для тебя, для особо одаренных, еще раз повторяю, еще раз повторяю. Я понимаю, что ты через какое-то время спросишь еще раз этот вопрос задам. Я тебе еще раз говорю. Слушай меня внимательно. Не слушай. Слушай меня внимательно. Маску не одену. Услышал меня? Все услышал. Услышал? А, слава тебе Богу. Со второго раза услышал. А теперь занимайся составлением акта осмотра. Вместо происшествия. И переписывай всю вот эту просрочку. Давай. Я тебе немножко подскажу. Ты слушай меня внимательно. Давай, Жень, иди сюда. Иди, я тебя буду тыкать в Коап. Иди сюда, Жень. А, Женек, иди сюда. Давай начнем с АЗОВ. Разъясни мне мои права. Жень, давай. На видеокамеру покажи всем, как ты знаешь, права граждан. Иди сюда. Женек, давай, давай, давай. Немножко уверенности в ногах. Давай, Женек, начинай. Права мне разъясняй. Права мне будешь разъяснять, а? Евгений Николаевич, так услышали? Сейчас оставим протокол, все вам разъясню. Сначала права разъясняются. А уже согласно тех прав, которые я имею, мы будем составлять протокол с моим участием. Непосредственным. У меня есть желание написать кучу заявлений, кучу ходатайств, дать объяснение и так далее. Все эти возможности вам будут предоставлены. Предоставляй. Для того, чтобы мне их предоставить, ты должен мне для начала права разъяснить. Женя. Это вы там кого? Предполагаемый свидетелей, вы, думаю, напишите, да? Конечно, конечно. Мы составляем протокол, товарищи Мамаеву. А что там за подсказки такие интересные? Жень. Наверное, он свидетель. Права разъясни. Ты можешь понять, что это грубейшее процессуальное нарушение? Я тебе подсказываю. Музыка. Жень. Ты че там, доку знакомую ищешь или что? Когда последний раз составлял протокол по 20.6.1? Коап. Зарегистрированы где вы? В Караганде, пиши. В Караганде? Да. Уписал мне ходатайство будет по поводу Караганды. Там будем рассматривать. Источник дай мне. Я хочу написать ходатайство, заявление. Об отводе. Фамилия как тебе? Вы работаете где-то? Евгений, как тебе фамилия? Вы работаете где-то? Хрюков. Хрюков? Угу. Хрюков? Я спрашиваю, вы работаете где-то? Хрюков. Права мне разъясни, прежде чем мне задавать какие-либо вопросы. Хрена себе фамилия. Повезло вам. Это очень по-взрослому с вашей стороны так себя вести. Конечно. Конечно. С вами только надо так и вести. Как с детьми. Как с детьми. Вас надо тыкать носиком в каку. И говорить вам о том, что нужно знать права граждан. Нужно соблюдать их права. Так что ж вы сами не соблюдаете права граждан? Я ничего не нарушаю абсолютно. Вы нарушаете постановление. Более того, я ничего не нарушаю. Вы зашли в магазин. Я зашел в магазин. Это мое право. Нет, в данном случае есть нарушение. С чего ты это взял? С чего ты это взял? Ты когда читаешь статью 20.6.1 Куап, там хоть слово сказано про маску. Хоть что-то там сказано про это или нет? Я в данном случае составлю протокол. А если вы с этим не согласны, вы это можете обжаловать в суде. Да мне все равно, что ты сделаешь. Мне все равно. Я тебя не уважаю. Знаешь почему? Потому что ты не знаешь законодательства. Все равно. Все равно? Я не беру. Тогда выполни свои первые обязанности. Оформи магазин за продажу просрочки. Оформи. Я посмотрю, как ты оформишь. Я посмотрю, как ты оформишь. А то ты только умеешь оформлять людей за маски. Тебе только этому научили. Нет. Нет? На вас жалоба поступила. Какая? Самообыкновенно. Наверное, по поводу масок. Где в законе про маски написано? Есть потерпевшие? Покажите мне потерпевшего, который пострадал от того, что я без маски. Я тогда на него напишу, что он без трусов. И пойдите, проверьте это. Будете проверять? А почему вы не оформляете вот этих работников? Всех работников, которые носят маски, не прикрыв органы дыхания. Евгений, а? У вас избирательно, да, подход? Сейчас я напишу ходатайство. Евгений Николаевич, об ознакомлении с материалами дела. И попробуем не отказать. Вы и так имеете право ознакомливаться с материалами дела? Да, я сейчас буду ознакомливаться, да. Я надеюсь, вы не будете говорить, что нет, нельзя. А вы случайно не писали заявление, нет, на меня, что я без маски? Нет. А то, может быть, маску на носик наденете? Хотя бы на камеру, хотя бы при сотрудниках полиции, а? Ну сделайте это. Она падает у меня. Ну падает, да, а что ж так? Может, закрепим как-нибудь? Вы сразу на глаза натяните. На глаза я не буду натяните. Не будете? Ну да, нос прикройте. У этого гражданина нос не прикрыт. Он совершает правонарушение дышать через ног. У вас маска не прикрывает органы дыхания, понимаете? Вы позволили себе роскошь. Дышите воздухом через ваши ноздри. Это не положено так. Дехомню, я вам высказываю свое негодование. Негодование по поводу, что вы маску не одели на нос. А? Но мы не в детском саду, да. Не в детском саду. Одевайте маску, давайте. Я отойду от вас сразу же. Хотят надеть намордник на того человека, который не хочет надевать намордник. Это что? Болезнь такая, желание доминировать. Вы протоколами ознакомьтесь и расписываться в них будете? Евгений Николаевич, вы закончили? Я закончил. Вы ознакомьтесь. Вы давайте по поводу прав. Вы считаете, что разъяснили мне права. Давайте, у меня есть вопрос. Поясните, разъясните мне. Вы не сказали, имею я право давать объяснение, да или нет? Вы имеете право давать объяснение. Я хочу сделать объяснение. Давайте, записывайте. Хорошо. Дайте мне ручку, листочек. Я запишу ваше объяснение в протоколе. Вы назвать его можете? За него распишитесь. Хорошо. Тогда давайте начнем с ходатайства. Я пишу ваше объяснение. С ходатайства. Говорите. Значит, у меня первое ходатайство. Об участии в административной процедуре под названием составление протокола об административном правонарушении по статье 20.6.1 КОАП моего защитника. В связи с этим я ходатайствую о предоставлении мне времени для поиска защитника и заключения с ним соответствующего гражданского договора. Сейчас я вам такого времени предоставить не смогу. Выносите определение об отказе. Защитника в этом случае заявите в суд. Вы не услышали меня? Я написал. При составлении процедуры такой... Прошу участия защитника. Ты что опять? Ты хочешь, чтобы я опять с тобой на ты разговаривал? Я когда разговариваю, не надо со мной параллелей. Не надо со мной параллелей. Слушай меня внимательно. Ты сказал, что будешь записывать моего ходатайства. Я тебе диктую. Пиши. Пиши ходатайство. Что ты записал? Прочитай, я проверю. Заверите обязательно. Что обязательно? Говорю, проверяю тебя. Повтори то, что я произнес. Повторяю для особо одаренных. Если ты не записал, записывай еще раз. Запоминай. Запоминай. Не надо в параллель со мной разговаривать. Внимательно пиши, что тебе говорят. Есть такая процедура административная. Называется протокол составляешь ты. Вот эта процедура сейчас происходит. Не то, что будет в суде и тому подобное. А сейчас. Услышал меня? Понимаешь это? Так вот, я имею право на защитника. Я заявил ходатайство. Дать мне время для поиска защитника. Заключение гражданского правового договора. Пригласить меня на составление протокола. Я приду и дам все необходимые заявления, объяснения и тому подобное. Придете и дадите. Какой суд? Ты что, не отдупляешь что ли? Я тебе еще раз говорю. Я все отдупляю. Ты запротоколировал мое ходатайство, да или нет? Ходатайство запротоколировал или нет? Протоколировал. Дай прочитать. Возьми. Смотрим. Ходатайство не вижу. Не зафиксировал. Вы делаете подлог. Заупотребляйте своими полномочиями. Дмитрий Анатольевич, вы расписываться, ознакомиться с материалами будете? Нет, нет. Евгений Николаевич, Евгений Николаевич, да ты что как этот вообще? Ты со мной процедуру не закончил. Ты со мной процедуру не закончил. Ты протокол составил в мое отсутствие. Ты не принял ни одного ходатайства. Ты позоришь органы и погоны свои. Ты позоришь. Это мое личное мнение. И я буду им делиться со всеми. Буду им делиться со всеми, в том числе в социальных сетях, чтобы все видели, кто служит в наших органах. Как вы составляете протоколы? Уже судьи идут на то, что выносят решения, меня оправдующие. Тыкаю вас носом в ваши замечания, которые я вам сейчас говорю. Зайдите на сайт Первомайского районного суда, почитайте решение. Зайдем, почитаем. Зайдете, я вам говорю, вынесите определение по моему ходатайству. Так я тебя слушаю. Что? Все? Проглотил? Засунул себе? В одно это? Ну? Ну? Что ну-то? Куда ну-то? Хочешь узнать, да? Я тебе потом скажу, по секрету. Что ты хехи, лыбу давишь? Все, что нужно, я тебе сказал, а ты меня услышал. И люди вокруг тоже услышали. Кто ты и что ты из себя представляешь? Что ты ерзаешь? Успокойся уже, очнися. Листочки меня тут теребит. Не устал теребить-то, а? Не теребил еще сегодня, что ли? Листочки, я про листочки, я не знаю, о чем ты мог подумать. Евгений Николаевич, когда уже начнем служить народу, а не прикрываться мнимой защитой о здоровье, надеванием намордников на людей, понуждением. Вот, просрочкой лучше займись. Добрым делом займись. Евгений Анатольевич, Николаевич, Николаевич, да, вот я тебя даже переименовал. А? Это очередной парашек, глотительно простой. Потому что все уже знают, что вы таким образом крышуете, когда магазинам, магазины не привлекаете к ответственности. Все мои видеоролики, которые в ютубе выложены, закончились чем? Что даже штраф в магазину не сделали, а сделали предписание, куда ты мой документ берешь. Это ж мой уже документ. А где твоя подпись живая? Где твоя подпись? За что потом тебя судить будем? Живую подпись поставь. Орел! Живую подпись поставь. Нету подписи? Да, все нет. Живую подпись, говорю, поставь. Ну, в самом деле, статья 51 есть, а с ней не знакомы. Да ничего он не ознакомливал. Ни защитника. Он вообще процедуру ведет неграмотно. Он то со мной разговаривает, как по одному материалу, потом с другим по другому материалу. Протоколы составил в наше отсутствие. Ходотайство наше не рассмотрел. Возможность подать ходотайство не дал. Ни ручку, ни листочек. Ничего не дал. Женя! Жень! Жень! Поверни голову на 90 градусов! Женя! Вам права не разъяснили. Вы имеете право, как понятой, ничего не подписывать. Не подписывайте, я вам советую. Бойкот вот этим вот в погонах так называемых. Пожалуйста, отойдите отсюда. Пожалуйста, на минуту. А вы со мной не участвуйте? Я с вами не участвую. Руки убери. Руки убери. Ты что меня толкаешь? Снимаешь? Нет, смотри, он берет, просто не становится меня толкает. Э, Женек! Жень, что с тобой случилось? Ты не знаешь, как словесно разъяснить конфликт? Начинаешь руки применять? Вы мне мешаете работать, уважаемый. Так поверни голову по сторонам. Ты только меня видишь без маски. Орел, блин. А? Женек! Давай, хватай всех. Давай, всех хватай. Кто без маски? Всех хватай, говорю. Куда побежал? Стоять, говорю. Стоять! Это кто такой громкий? А, это вот это, да? Жень, а почему ты других за то, что маски нету не привлекаешь? Разберемся со всеми. Да нет, ты только со мной разбирайся, Орел. Ты заупотребляешь своими полномочиями с целью причинить вред тем людям, которые борются против просрочки. Ты, так называемым, таким способом крышуешь этот магазин. Ты крышуешь магазин. Ты вместо того, чтобы оформить просрочку, ты начинаешь мной заниматься. Только ради того, что я занимаюсь этим делом. Понимаешь меня или нет? Вокруг стоят люди без маски, либо стоят с опущенными масками. И ты на это никак не реагируешь. Ты кто после этого? А? Я думаю, тебе супруга, родители тебе ответят. И твои дети у тебя есть. Со верением тебе ответят, кто ты. Люди, не хотите снять намордники? У него кишка тонкая, оформить на всех протоколы. Слушай, пошел вон отсюда. Давай, давай, давай. Что давай? Громче. Громче давай. Ты почему мешаешь работать? Громче давай. Ты почему мешаешь работать? Давай, давай. Громче давай. Да, да, громче. Еще громче. Все? Все? Я довожу, я довожу. Я? А мне кажется, твоя маска тебе доводит. Пойдемте со мной дальше поработать. Дальше поработаем. А это сейчас что было? Не поработал еще? Не. Женщина, за языком следите. Ну что? А теперь поработаем? Поработаем, поработаем. Денис Анатольевич вам все расскажет. Что вы говорите? Евгений Николаевич, когда масочку меняли? Он вас не касается. Ну как же не касается? Вас же касается то, что я нашел или не нашел. Вы, пожалуйста, за собой следите. Нет, я за вами слежу. Вы долго будете бегать? Мы вас и так долго прожжим. Да, долго буду бегать. Покусились на их кормушку, понимаете? Кормушка это называется. Кормушка. Если магазины начнут работать по закону, у них закончится кормушка. Кто об этом не узнает? Посмотри, как акт составляется. Ага, нифига круто. Все этого достаточно. Опись произведена. Вообще-то каждый раз, а что скачать деньги? Конечно. Это все, да? Шикардос. Ну, в принципе, как протокол составлял, так и осмотр, да. Место происшествия. В Роспотребнадзор или в Следственный комитет фотки-то эти отправите? Были люди, как люди в Гурцале ходили. Да. Есть еще замечания по булочкам. Я понимаю, что вы их упаковали. Не будете слушать замечания? Маркировка должна быть на булочке, на конкретном товаре. Пусть сыпаться не будет. Да. Рассказать. 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 Риссказать. Пусть полезная. Зарегистрирую заявку еще одну по пирогам. Ну, запиши на листочек. Извините, может прийти? Давай, помай. Тот же адрес. Корзина с пирогами. Да. Изъял товар, да. Зашел товар, где маркировать. Им передано подописное хранение согласно протоколу. Копию протокола я им передал, да. Так вы вот эти булочки-то не переписывали? Я их не переписывал, я их сфотографировал. Ольга Сергеевна, мы завтра к вам придем, вы нас ждите. Да. Это разве угроза? Это совет. Это совет. Тебе совет. Вот, Наталья Николаевна, надо было подписывать заявление на увольнение, когда написал. Не было таких проблем в гвардаках. Во-вторых, как нагبег. Действительно. Субтитры создавал DimaTorzok